Вторая оборона Севастополя, которая длилась 250 дней, началась 30 октября 1941 года. Это одна из самых героических страниц отечественной истории. Символ мужества и героизма советских воинов. Для сравнения, Люксембург, Монако, Нидерланды, Бельгия, Югославия, Греция, Польша и Франция в общей сложности подержались чуть больше 100 дней. Севастополь – 250. В Севастополе он держал немцев, которые должны были пройти, если не Севастополь, прошли бы не на Кавказ. Где нефть, им сырье, которое нужно было, это Севастополь не допустил. Историки отмечают, не последнюю роль в том, что город-герой смог так долго сопротивляться захватчикам, сыграла 30-я береговая батарея. Из ее орудия открыли огонь по колонне противника, так называемой бригаде Вернера Циглера, идущей между Бахчисараем и селом Чистеньким. Тогда наши войска уничтожили 80 единиц боевой техники, разогнали два батальона пехоты. Когда вот эта бригада Циглера наступала уже на Курсанский рубеж, по заявке командира полка Курсанского, 30-я батарея открыла огонь. Вот первый огонь батарея открыла 30-го числа, тоже 30-го числа. Еще раз говорю, шести снарядов этой батареи, это 305-мм орудия, 95-96 килограмм снаряд. Хватило для того, чтобы отбить это наступление. В память о подвигах воинов-гвардейцев батареи защитникам города-героя на территории парка «Патриот» установлен этот величественный монумент. Ветераны, общественники, молодежь возложили цветы к подножию памятника. Монштейн писал так, что батарейцы очень вредили нашему продвижению. Они держали оборону. Вы знаете, какой вклад несли батарейцы в оборону Севастополя. Во время Второй обороны Севастополя наши войска потеряли более 150 тысяч человек. Противник вдвое больше. В честь героической обороны главной базы Черномовского флота в 1942 году была учреждена медаль за оборону Севастополя. А 8 мая 1965 года город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Светослав Данилов, Денис Прошин, Севастопольское телевидение.